Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам о том, что такое космополитизм. Не вдаваясь в подробности энцикловедические, какие-то абсурдные, просто хочу простыми словами рассказать, что такое глобализм сознания космо. То есть, космополитизм — это, прежде всего, отсутствие привязанности к какой-либо государственности. Это не говорит о том, что человек не может чувствовать себя, не будет чувствовать себя душой с какой-либо национальной общностью. Мы рождаемся, растем и живем в определенной среде. Это вне зависимости от последующих наших концепций, которые мы в нашей жизни насобираем. Это, на главу, отпечаток на нас, и мы просто в большинстве случаев привязаны к своему обществу. То есть, традиции, которые, на первый взгляд, не видны и невооруженным глазам. И, как противоположность, чтобы сравнивать, могу представить такое понятие, как национализм. То есть, узконаправленное чувство стада, прежде всего. Ну, не будем этого слова бояться, мы ставные животные, да, в большинстве СВЛ. И также большинство не мыслит себя существованием вне общества. То есть, нужно общение. Даже иностранцы, когда оказываются за границей, они начинают кучковаться и создают общность. То есть, китайский город, где живут китайцы, русские общины в Нью-Йорке, в Америке, в Иде, в любом городе существует. То есть, определенная общность людей, которые по интересам, которые собираются, которые просто не с кем больше общаться, нормально общаться. То есть, надо общаться таким образом, каким люди привыкли. То есть, смотрим на американцев, то они настолько практичны, что их практицизм просто-напросто в сравнении с нашей широкой душой, скажем так, как национальной чертой, Выглядит их как скупость абсолютно, это свойственно всем народам, которые, всем западным народам, которые оказались под демократическим юрмом, так сказать, свободы слова, свободы личности и прав человека. То есть, с одной стороны, да, люди чувствуют себя личностями, то есть, каждый имеет право быть дураком, быть кем угодно, и никто его за это не осуждает. То есть, встретившись в Канаде на улице, ну, как пример, просто скажу, стояли мы с пареньком, канадским молодым, Ну, вот, абсолютно незнакомым, и просто идет девушка, идет девушка такая в полной формочке, такая короткая юбочка, сумочка модельная на этом самом, шляпа такая, с цветами огромная такая шляпа, И она идет так, таким аж подпрыгивает, я посмотрел на нее и по своему советскому воспитанию просто спросил, она что, сумасшедшая? Он на меня посмотрел, говорит, она сумасшедшая, говорит, нет, она хочет нравиться мужчинам. То есть, понимание и свобода вот таким образом выражается, то есть, или переставит осуждать друг друга, и заняты только собственными проблемами, собственными мыслями. То есть, нет дела у вас, у другого, они только, how are you, как ты, и все, окей, и все в порядке. То есть, у нас так не принято, мы привыкли в душу залезать друг к другу, и до дна выливаться, а еще за стопочкой. Ну, вот, ну, скажу, что американцы, как сами по себе тоже, с ними посидишь, они тоже очень похожи на российских людей, очень похожи. То есть, глобализм нашего мышления примерно одинаков, но сфера заинтересований очень большая разница в сферах заинтересований. У нас больше личного, у них больше общественного, то есть, у них профсоюзы сразу начинают обсуждаться. Это в очень большой степени, там, какие-то коммерческие политика, то есть, такая замороченность. Но, вот, когда насморочность, но, вот, когда насморочность, вот, людей из различных наций, как это теперь говорит, возникает, такое ощущение общностью со всеми. Нет, ну, сердечность какая-то, черт, все равно остается со своим, со своим народом. Там, где-то вырос, с кем общая ментальность, независимость от политики какой-то или чему-то, да. Что творится на Украине, бардак, бог с ним, а то потом будем коснемся, если придет время. Вот, но все равно остается понимание общности. И, вот, меня спросят, сейчас, допустим, Франция, Франция за Россию. И меня спросят, кого ты больше любишь, французов или украинцев? Да, любишь, не любишь, непонятно. Просто украинцы, это, это те люди, вне зависимости, что говорят в политике, это те, которые просто лежат у меня на сердце. Просто они такие же самые, я в детстве вырос там, я соприкасался с российской культурой, с украинской, все, это мое. То есть, что бы ни творилось, это не вытравишь, никакой политик мне не сможет долбить в голову, что Украина для меня враг. Я просто понимаю, что такая ситуация и такие вещи говорят по телевизору, а люди слушают то, что говорят по телевизору. Вот, и космополитизм основывается именно на таком, прежде всего, на опыте человеческом. Не может быть человек космополитом, если он не выезжал из своего города и дальше своего города ничего не видел. И не общался с иностранцами, только как эзотическими туристами в кафешке. То есть, для того, чтобы быть как бы космополитом. Я в какой-то мере считаю, могу, хоть тебе мне не нравится, вот, обзывание и себя, и кого угодно, как угодно, но, вот, исходя из описаний, которые существуют, я в какой-то мере считаю, что я космополитом. Космо – это более глобальное мышление. Я вот сейчас сижу в Индии, два года с семьей путешествую. И для меня разницы большой нет, или путешествовать в Америке, или в Индии, или в России. То есть, в свое время я с ней делал всю Россию. Вот, Крыма до Владивостока, и Калининграда, во все точки. Вот. Поэтому и не вижу никакой разницы, нет, в принципе, как самочувствие себя, как личность. То есть, я не чувствую себя чужую здесь, в Индии, да, несмотря на то, что мне говорят на другом языке. То есть, я чувствую, что мое сердце остается в России, а мое тело может свободно, и мое сознание может свободно перемещаться всему миру. То есть, это интересно, прежде всего, это интересно для моих детей, это развивает их кругозор. И мне нравится именно такая форма науки, то есть, науки по жизни. То есть, учишься в жизни, именно реальной жизни, не в школе тебя учат географию. А мои дети уже говорят, вот, в Непал поедем, да, или поедем там, в Польшу, или в Украину съездим. То есть, у них уже представление о том, что мир гораздо шире, чем домик и гнездо, который человек, ну, посмотрим обычным просто человеком, жизнь обычным человеком, моими глазами. То есть, человек приходит в этот мир, и у него мама, папа, живут они все вместе, если там их много, они от Почковой куда-то улетают. Некоторые остаются, мама, папа потом со временем потихонечку умирают. Дети принимают, как бы, эстафету, тоже живут, делают своих детей. И так, из поколения в поколение, это гнездышко остается родовое. Вот, и люди так живут. То есть, у них налажена здесь дорога из дома в магазин, из магазина на работу, обратно, может, еще куда-то в бар или к друзьям там выпить. Ну, в общем, в принципе, очень ограниченная маршрутизация. Представить себе, для меня лично представить такую жизнь, это очень сложно. То есть, практически невозможно. Мне сложно в этих рамках, установленных 8 часов через 16 или там какие-то рамки, не всегда стесняют, это практически тюрьма, отсутствие абсолютной воли. Идти на работу, хотя не исключаю работу, нормальную работу. И всю жизнь работал в разных, и ручками работал, и головой работал. Вот, и главная цель, я считаю, человека учиться. Вне зависимости от возраста. Если он перестает учиться, если у многих проблем была старшего поколения, освоение компьютера. Такое некое противление. То есть, если есть противление чему-то новому, стилем музыкальном, каким-то техническим новшеством, наш человек, ну, в принципе, далек от космополитизма. Космополитизм предполагает себе принятие всего нового нормального. То есть, без всяких опоров, что, говорит, что старое поколение было лучше или хуже, или другое. То есть, все, ничего в этом мире не изменяется. Мы стареем, становимся более кослыми, любим осуждать детей, потому что мы более осторожны, наполняемся страхом, который называем жизненной мудростью или жизненным опытом. Вот. Ну, и дети также учатся на своих ошибках и зачастую мало слушают родителей. То есть, в 16-17 лет, а то и раньше начинается переходный возраст, когда дети понимают, что есть степень свободы, без отсутствия страха. Это преимущество их. И они начинают просто-напросто смотреть на взрослых, как на замороченных, которые полны страху и каких-то предрассудков. Не видны, хотя в то же самое время они через все это прошли в своей молодости. То есть, отсутствие возможности учиться и понимать происходящее в реальности, не оставаясь. Космополитизм подразумевает расширение, бесконечное расширение знаний, бесконечное расширение понятий и несуживание суждений о мире или ведении мира до только лишь каких-то русских национальных интересов личных. В общем-то, создание собственного взгляда на основе нас. Я русский, вот я должен жить в России или должен жить там-то и там-то в своей деревне, в своем городе и думать так-то. Да нет, почему? Человек должен быть свободным. Естественно, что всегда существовало, например, медосознание. То есть, все, кто стремится к какой-то виртуальной свободе, которая не существует в реальности, уравниловки какого-то сознания. Ну, человек недалек, мне кажется, потому что всегда существует пирамидосознание. Кто-то умнее, кто-то глупее. Ребенок маленький рождается, он не настолько умный и не настолько знаний у него есть, чтобы он там мог конкурироваться с маленьким ребенком. Он, в принципе, вот у нас Надюша проснулась, знакомьтесь, это моя предпоследняя дочка маленькая. Сейчас в Индии ночь, глубокое, самое лучшее время для того, чтобы была тишина, потому что у нас много малышей, у нас большая семья на 6 человек. И вот мы таким образом путешествуем по миру. То есть, пока малыши уже знают, что такое Непал, что такое Шриванг и что такое Индия, и мы расширяем свою географию постоянно и учимся и английскому языку, и учимся понимать других людей, которые разговаривают на других языках. Вот, и я считаю, что именно вот это такое расширение сознания, оно является главным, главным, как бы, символом космоса, полидизма. Космос, это, ну, такое, видимо, слишком большое обозначение, обозначение человеческой экзистенции. То есть, наше сознание разрастается до космических размеров, неограниченной Вселенной, в которой мы все впитываем в себя, как будто и бесконечно учимся этой жизни, и живем без каких-то национальных предрассудков, без провинциальных страхов, моральных кодексов. каких-либо, то есть, в общем, жизнь, жизнь бьет ключом. Мы сегодня здесь, завтра там, и везде мы смотрим на жизнь, и запечатляем ее в фотографиях, видеоматериалах, и дочери уже, старшая дочь, уже ведет свой блог. Так что, приглашаю вас, lifeofus.net. Приглашаю вас посмотреть, что она делает. Она пишет на английском языке по два года, она освоила английский раздворный, в хорошей степени училась в хорошей школе в Индии, в Аурагиле, где, ну, очень интересная программа, то, что у нас принято называть безстрессовым, безстрессовым воспитанием, безстрессовой наукой. Вот. И вот она ведет блог, то есть осваивает там программы, смс этот, и представляет вам свой мир своими глазами, то, что она видит. А я представляю вам свой мир. То есть, заканчивая тему космополизма, скажу, что, видимо, вот это, на своем примере я могу показать, вот, что такое космополизм. Кому-то это кажется страшно, кто-то. Это все понятно, потому что, люди, в последствии, боятся и полны страху перед выходом из своей норки. То есть, чужое, оно всегда пугает. Вот. А когда ты перестаешь пугаться и воспринимаешь мир, и видишь мир, стараешься видеть мир глазами людей, которые живут в этом мире, тогда они только своими глазами, да? Ну, то есть, смотрите, приезжает турист, наш турист в Таиланд, ну, и начинаем гулять. То есть, по-нашему, это самое, там, побольше, побольше заливает, чтобы меньше обращать внимание на это самое, и вот гуляет человек. То есть, он не имеет страха, но это не значит, что он космополит, а он обычный русский хам, который нажрался и заливается только из-за того, чтобы не испытывать страха перед неизвестной какой-то культурой. потому что, если он не будет пить, он упустится до уровня, до уровня местного населения, которое, которое он не понимает, а не понимая, не вызывает страх. Поэтому, мысль истории, имидж, как нация, именно в этом направлении. То есть, поквасили и подчернили, и русских так оценивают вообще в большинстве во всем мире. Но, и я считаю, что просто-напросто полезно для каждого человека побыть в какой-то определенной среде, которая не его, не его. То есть, ну, как бы для детей очень полезно обмен, есть какие-то обмены школьных программ. То есть, дети из одной страны едут в другую и живут в других семьях там, месяц какой-то. В Америках эти программы нужно развивать. Мы должны интегрироваться в мир. Мы должны почувствовать себя как бы гражданами планеты. это наша земля. Это маленькая земля. Почему мы должны закрываться в своих норках? Вот это мое личное мнение. И мне кажется, что и что я в дальнейшем буду рассказывать в своих рассказках, мне кажется, что российская нация привнесет как очень много интересного в жизнь мира. прежде всего в жизнь западного сообщества, потому что оно слишком стало рафинированное, слишком искусственное. Делают как младипультии из большого количества законов, с рационализацией своей. То есть делают общество роботов без сознания души, практически отделив религию от государственной политики, люди становятся просто безнравственными роботами. Да, есть уголовные законы, но разве они сдерживают нашу животную натуру? Нет, только воспитание. Воспитание с детства позволяет сделать из человека человека, а не животное полное эмоции различной злости, зависти, ревности, страха, желаний. Хочу того, хочу того, я, я сказал, эгоизнь. То есть это в принципе животный мир. Мы повторяем старность поведенческого животного мира и думаем, что мы цивилизованные чем-то отличаемся от тех людей, которые жили десятки тысяч лет назад. Трудно нам поверить, что сто тысяч лет назад люди жили лучше, чем живем мы. Они жили лучше, они жили спокойнее, они имели свои семьи, они разделывали или там, это просто жили. Разве смысл жизни в том, чтобы ходить постоянно на работу и тянуться, зарабатывать копейки в рамках условий игры, которые нам представляют какое-то государство. привыкли мы, но мы так живем, ведь это же практически рабовладение. То есть в советские времена хорошо жили усоединенно, все были счастливы, довольны, но стадо держалось под полным контролем, ты должен был работать постоянно. то есть дайсиас невозможно человеку не работать и жить нормально. То есть не созданы условия для того, чтобы человек мог реализовывать себя вне этого общества. Он упадет и сразу станет бомжом каким-то, кто бы он ни был, он не может быть свободен, он должен быть колесиком в этом механике. А представьте себе, что сто тысяч лет назад люди жили, имели свои домики, просто радовались жизни, дали коровок своих, хоронили своих близких, цветочки ложили также на могилку, также любили, также законы были такие же, запрещающие что-то. На примере Индии, которая сейчас, допустим, многие тысячелетия не знала, каких-то революция, у них традиции передаются, и вот до 25 лет мужчинам запрещено жениться, потому что они еще несостоятельное сознание, они должны реализоваться как взрослые мужчины, только после этого вступать в брак, то есть всю энергию вложить в то, чтобы добиться того, чтобы обеспечивать семью, тем или иным образом, в зависимости от образования. И так тысячелетиями тянется эта культура, то есть существует определенное понятие, о понятиях жизненных правилах от и до. Будем ходить в глубь, в ширь и в атлантическую культуру входить, везде будем ходить. То есть космополитизм предполагает широкий круг по отношению этого мира. То есть я вам хочу донести всю широту, которую имею в себе. Если послушаете мои какие-то мои курсы, лекции или рассказы как угодно называть, то сможете увидеть мир моими глазами, что я считаю очень даже хорошо. Потому что живем в рефлексии, постоянном страхе. Страхе неосознанно. Страхе перед выбором, страхе перед финансовыми проблемами. Человек никогда не будет счастливы свободен. Свобода внутри нас. Нигде нет какой-то эфемерной свободы. Можно сидеть в тюрьме и быть свободным. А можно сидеть во дворце и быть в постоянных проблемах и страхе. комбинировать и жить в лабиринте каких-то своих умозаключений комбинаций. Вот. Так что считаю, что показывают эти примеры я и свои такие рассуждения на эту тему. Я каким-то образом показал, что такое космополитическое мышление, что такое космополит. То есть, космополит – это человек с широким сознанием, которое включает в себя все и не зацикливается на узконациональных каких-то интересах. То есть, сердце моё, с моим народом, с людьми, вне зависимости от украинцев, не россияне, белорусы, поляки, сердца. Это мои люди, это моя культура, неосознанная культура. Сама себя не осознаёт, потому что её просто закультурили, чужими культурами, революциями постоянными, то есть переворотами. Но человек – огромный эксперимент. Мы – участники этого эксперимента. это мы подопытные кролики и мыши. То есть, мы должны для того, чтобы перестать быть мышами, или там гавкающими собачками на всех, кто не нашим, мы должны расширяться. Расширяться, стараться своих детей отправлять, смотреть мир. И кто имеет возможность. то есть, лагеря, иностранные. Дети должны общаться. Дети должны познавать мир. вот так я считаю. Привет, привет. Всем хорошее настроение. А мы проснулись только что ночью, и вот мы такие вот здесь сидим и слушаем, что там популик рассказывает, да? И ничего еще не понимаем. пока-пока. Всем привет. Всем привет. подожди. Бог не ничего ни 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 Субтитры создавал DimaTorzok